Приветствую вас, друзья и недруги. Только сегодня мне стал очевиден масштаб отваги актера Владимира Зеленского. Я просто прослушал интервью Народной артистки Российской Федерации дважды, говоря о государственной премии, Чулпан Хаматовой и Зыгарю, любимому журналисту Дмитрия Медведева. И она там рассказала, как она боролась с кровавым режимом. Она на приемы в Крем на встрече с Путиным одевалась непротокольно, в заношенные сарапанчики. Это был ее вызов, это была ее борьба. И вот это я услышал и понял, что делает Владимир Зеленский, надевая потную, застиранную зеленую майку вместо протокольной белой сорочки и галстука на встрече с лидерами западных стран. Это он борется так. Это он им так показывает фигу в кармане защитного цвета. Ну просто круто. Это крутая парочка Зеленский и Хаматова. Теперь я понимаю, почему в офисе президента Владимира Зеленского так Хаматову ценят и подчеркивают ее значение для информационной войны. Расскажи про свою первую встречу с Путиным. Про свои встречи с Путиным. Когда ты первый раз увидела воочию Путина? Наверное, неправильно это назвать. Встречей? Первая встреча была, наверное, в 2000 году. И была, наверное. И в этот момент мне 25 лет. Все, что связано с Красной площадью, с Кремлем, вызывает чувство какого-то невероятной скуки, отторжения. Потому что Горбачев, Ельцин и этот культ, который сейчас вернулся, тогда его не было вообще. Это была какая-то тоска. Придыхания по отношению к государству у тебя не было? Ну, абсолютно. Я думаю, что все так себя чувствовали от, не знаю, там, от 18 до, может быть, 40. А, я получала премию. Это была какая-то специальная детская государственная премия за спектакль дневника Анны Франк. И мне нужно было быть к определенному часу в Кремле. Это была летняя Москва. Я ехала на электричке, с дачи. Долгая, душная летняя электричка. На мне такой выцветший, потертый сарафан. Рваная, абсолютно старая джинсовая куртка. И я приезжаю на Ярославский вокзал и понимаю, что у меня либо опоздать на все это мероприятие в Кремль и пойти накраситься и переодеться, или даже хотя бы переодеться, забежать домой, либо не переодеваться и прийти вовремя туда. Я думаю, что, нет, наверное, лучше я не буду переодеваться, потому что я буду пунктуально. Меня вообще совершенно не смущало то, как я выгляжу. Сарафан в шлепанцах? Сарафан в шлепанце, рваная, ну какие-то сандалии летние, рваная джинсовая куртка. И я такая прихожу, Кремль красный, где там какие ворота, куда это. Все страшно раздражает, просто чудовищно бесит, потому что, ну, как туда проникнуть, в это внутрь. В итоге я куда-то прихожу, и прям становится вообще тоскливо, потому что там... А там время остановилось. Время вот как-то 80-е, и вот оно там так и осталось. Красная ковровая дорожка. Идеально для съемок фильма, да. Все такое. И такие ходят эти, я не знаю, как они, служители, служительницы Кремля, такие женщины в одеждах со взбитыми вот такими, как у меня сейчас, нет, со взбитыми такими локонами и кудрями с начесом. То есть вот ходят такие женщины мороженые. И я такая влетаю, очень это все, ну, это все просто вызывает чувство какое-то... Какое-то старперство, какая-то просто тоска. Встречаю Мишу Ефремова, мы идем пить шампанское, которое там подносят официанты, и веселые садимся в последний ряд какого-то зала, я, естественно, не знаю, что это за зал, и там начинается награждение. И я совершенно нормально себя чувствовала. Думаю, это Кремль, не Кремль. Какая разница? Я свободный человек, как хочу, так и выгляжу. И скажите спасибо вообще, что я пришла сюда. Вот у меня было такое ощущение себя в пространстве Красной площади на тот момент. А потом загробный голос говорит... Прошло? Нет, нет, нет. Приглашается Чулпан Хаматова. И ты встаешь и идешь. Да, я, значит, меня объявляют, я встаю, иду, стоит, мы же на последнем ряду, поэтому это была достаточно долгая проходка, там стоит Путин, который улыбается и просто так делает взгляд сверху вниз. Он просто так быстро отсканировал, в чем я одета. И я думаю, хули, и что? Вообще, просто, какая разница? Думаю я, но в этот момент как будто, знаешь, как будто бы какая-то генетическая память бабушек, дедушек, которые прошли сквозь сталинское время, оно как-то так все равно по позвоночнику так молнией пробегает. И я думаю, господи, какое противное, откуда оно вообще взялось? То есть это было страшно? Нет, это, это, мне не было страшно, мне было очень удивительно, что ничего не, ну, человек просто посмотрел, как я выгляжу. Ну, просто так оценил, как я выгляжу. Мне было удивительно, что это непонятно, откуда взявшееся вот это вот такое ощущение электрического разряда такое прошло. Как бы, может быть, я правда не так выгляжу. Я тут же себе сказала, так, 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 все нормально, как хочу, так и выгляжу. Но я отметила это, то есть я это ощущение запомнила, что оно меня страшно стало раздражать. То есть там что-то надо было получить, что-то взять, а я вот думала, а что, собственно, произошло, что со мной сейчас случилось, что это? Вот, и потом пошла на место, и потом всем приходила и рассказала, представляете, откуда это взялось? Я не боялась. Я вообще была совершенно как-то расслаблена, уже пьяна от этого шампанского. То есть ничего не предвещало. Что это такое там капнуло, какая прабабушка проснулась в этот момент во мне со своей трагичной жизнью? Не знаю. Я вот сейчас просто набросал сразу пакет вопросов для второй части. Он будет такой про музыку и про соратников. И поэтому, чтобы полностью оставить политический аспект в первой части, я надеюсь, что это получится. Последний вопрос в этой части интервью. Это вот история, которую ты рассказывал, как вы с Путиным там на газетке на какой-то закусывали и бухали. И с нами еще человек 300. Ну, все-таки не 300, это твоя была инициатива его на эту газетку. Хорошо, была инициатива туда спонтанная абсолютно. Хорошо, вот ты как человек, который людей должен чувствовать и видеть, ты сумел его отсканировать? Он тебе был понятен как человек в тот момент? Или он для тебя остался вот такая же терра инкогнито, как вот он является для половины мира? Ну, если я ошибался, то это говорит только о том, что он очень хорошо умел уже тогда на себя подавать. А ощущение было очень позитивное. Он был открытый, ненадутый абсолютно, немножко стесняющийся даже человек. Легко принимающий решения, потому что нас сначала привели к нему в ложу, а он был на концерте у нас. Это какой год просто для зрителей? Это за 30, по-моему, дней до ухода Ельцина. Так что мы еще не знали, что это наш будущий президент, хотя слухи такие уже ходили. И мы пришли в ложу, и он говорил какие-то нам приятные слова, и как-то мы непосредственно общались. А за кулисами у нас уже накрыта была поляна, автопартия. И там масса музыкантов, которые участвовали с нами, и друзья, они нас ждут. И мне неудобно. Я говорю, слушайте, а пойдемте туда к нам. Он говорит, да пошли. И охрана еще его мяу сказать не успела. Он с нами пошел уже, значит, вниз побежал. Быстро так, спортивно, а не следом за ним. Там было смешно. Нет, это все было очень симпатично. Смотрите, мы эту беседу как раз начали с Ростроповича и с того, что вы с ним общались на «ты», а в качестве коды нашей беседы будет такой вопрос. С вашим другом, Владимир Владимировичем Путиным, которого называют самым влиятельным человеком на планете Земля. Это не живущий. Вы на «ты» или на «вы»? На «вы». Но даже если был бы на «ты», сказал бы вам, что на «вы». Я ответ усвоил. Надеюсь, что зрители тоже усвоят. Так что, в принципе, нашу беседу огромное вам за нее спасибо. Спасибо. Президент Президента мы вспоминали пару раз. Я хочу позаимствовать вопрос у самого популярного сейчас в интернете журналиста, который специализируется на жанре интервью. У него есть такой коронный вопрос, который он всем задает. И этот вопрос задам вам. Он очень короткий. Путин красавчик? Путин абсолютно красавчик. Если меня спросить, да. Я же пехотинец Путина, поэтому... Я всегда говорю, да, я обязан Путину. Владимиру Владимировичу. Вот, будь он президентом, будь он рядовым, я всю свою жизнь обязан. И одному человеку. Это президенту, это Владимиру Путину. Поэтому такого красавчика второго нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова